Ах вернисаж, ах вернисаж, какой портрет, какой пейзаж Всем привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей И сегодня у меня не обзор и не анпак, а отчет о моей вчерашней поездке Впервые в жизни посетил московский вернисаж Кто не знает, это мека всех бархольщиков России Ну, насмотрелся разных блогов, где люди ходят по этому вернисажу, по этой мега бархолке Ищут всякие прикольные предметы в своей коллекции Ну, в основном там всякие значки, монеты, еще прочая всякая дребедень Что только нет, короче говоря Ну, я подумал, что вдруг попадется что-нибудь интересное Какой-нибудь старый Акайзю в виниле Или, быть может, какой-нибудь Гадайкин в 80-х годах В общем, решил я тоже съездить, посмотреть, что к чему Ну, и кто бы мог подумать, в принципе, свою тематику я там нашел То есть я интересуюсь игрушками японскими Да, периода конца 70-х Тире начала 90-х годов Вот Ну, и думал, может, что-нибудь все-таки найду И, как ни странно, нашел своего продавца, так сказать Вот, сейчас покажу, что я там прикупил Итак, ну, сначала купил я вот такую штуку Это типа подставка Для обзорщика Ну, на самом деле, это для каких-то, видимо, предметов там Ювелирных, может быть Вот Ну, так раз продавалась Она немножко вот потертая, надо будет отшлифовать Единственный косяк, она от света постоянно крутится То есть, вне зависимости, там есть батарейка или нет То есть, ресурс, я думаю, в этой штуке небольшой Ну, вот Ну, тем не менее Хотел такой, конечно, подносик тоже купить Такую вращающуюся, да Но, в общем, как-то все не получалось Под руку, так сказать, не попадалось А здесь всего 100 рублей И там их просто штук 20, наверное Он говорил, бери 20, скидку сделай Ну, зачем они мне нужны Плюс здесь есть, соответственно, кнопка включения Вот такая вот Вот так И подсветочка даже есть небольшая Вот так Все это вот открутится В принципе, вес неплохой может крутить Ну, стандартную некорскую фигурку можно только поворачивать В данном случае Коробочка с трансформером Это нормально получается Вот То есть, даже можно рабочие вещи прикупить Какие-то Так Итак Покупка номер два Вот такой замечательный веер Есть рельеф Это типа как фольга, наверное Такого розового, наверное, цвета небольшого Легкого розового цвета Здесь сакуры, журавли Растения Там даже рельеф Силуэт горы, что ли, какой-то посматривается Или тут озеро, возможно Вот такая красота Пластиковая, правда, ручка Не знаю, какого года это производство Ничего не указано Здесь у нас тоже некий рельеф есть И здесь вот что-то написано на японском То есть здесь Хирогана А-Гэ-А-Су Короче, не знаю Вот Такая вот вещица Классная Такое ощущение, что это, возможно, какая-то открытка Потому что это явно написано от руки Ну, тем не менее Ну, и как принято в таких бархольческих видео Цена вопроса 100 рублей Так, да, вот этой штуке Тоже 100 Если я не говорил Окей Покупка номер два Это набор фломастеров И не просто набор А набор именно тех лет Того периода, который я собираю Японские всякие штуки То есть это конец 70-х Начало 80-х годов И здесь непосредственно нарисован супер-робот Из сериала Занбот Суры Здесь написано Занбот 3, короче В такой классной перспективе нарисовано Очень олдскульно Здесь Нихон Санрайз Студия Лого Занбота Ну, кто не знает Занбот это такой супер-робот с месяцами на голове и с сами в руках вот здесь сам я так понимаю здесь еще но не какого-то сериала потому что не только зонбот или может что-то путаю сукку нтн это ручка это сам суку по моему это как раз другой сериал скорее всего цена 250 йен но современные йены это где-то делить на два то есть 100 с чем-то рублей вот такая вещь классная самое главное что здесь и оригинальные есть фломастеры из этой упаковочки давайте мы все достанем так начало оригинальные вот оригинальные фломастеры из того набора всего оказывается четыре штуки у меня двух не хватает скорее все черный еще какой-нибудь так вот это явно зонботовский ведь какие арты просто обалденные класс поближе отлично и зонбот болит так здесь у нас зонбот в режиме космического корабля логу зонбот сами пилоты по всей видимости я все он смотрел так а здесь он какой-то сериал про девочку видимо да у подавца там еще девчачий став был всякая пудра вообще новая японская м тих лет еще какая-то коробочка вам как раз вот с этой девочкой там набор был что-то я даже не стал смотреть мне просто нет интереса и тоже это явно из этого набора то есть лого то же самое что на картончике есть какие-то еще просто ручки японские видимо тоже тех лет да и с правосом разговаривался откуда вообще это всегда интересная история узнать куда став так сказать вот он говорит какой-то дипломат жил на кутузовском а это эти вещи принадлежали его дочку и я такого не стало сейчас это все распродается и вот такая еще ручка очень интересная посмотрите что здесь написано марусан марусан ли это еще какой-то другой набор интересно в общем для коллекционеров фломастеров может быть такими классная вещь так эта штука мне за досталось за 200 рублей но сам я оценю один принт только это круто тех лет слова несколько оригинальных фломастеров ну лично я бы не меньше 1000 за такую попросил или теперь остался хотя это непосредственно и направление коллекционирования и это пойдет на коллекцию и гвоздь программы основной тогда такая вещь мне попалась в оригинальной коробке так сейчас чуть-чуть со светом вот томи ну то есть это то что сейчас такара томи вот покутом это но это покет мэйт карманная игра вот такая головоломочка ст и у нас шикарно лого томи древние даже вот индекс игрушки есть мапу репа зуре пазл короче на 4 на 4 так здесь видимо инструкция идет ну давай как пятнашки нужно по цветам выставить made in japan олдскульная коробочка просто класс это память ну для меня это как джекпот я срубил там зашел и купил то что мне интересно нашел точнее вот так это выглядит 4 на 4 но формат вот типа как электроника игры были советском союзе сидишь так так здесь выбито лого томи made in japan ну и смысл значит такого я уже выставил здесь одну линию здесь секции да и надо две клеточки проваливается с одной стороны и с другой стороны и вот перемещая таким образом нужно как я понимаю самое простое действие выставить в одну линию нужный цвет по цветам всем сделать вот такая вот вещь это мне конечно здесь я не понял что это такое но может тоже какая-то инструкция здесь вот что-то идет по номерам какой-то список пытался читать на крайне вроде можно распознать какие-то слова но дальше идут какие-то пропущенные пункты для чего это совершенно может быть это не знаю игроки которые там где-то места занимают на скорости бог узнает все очень относительно просто но как классно сделано все просчитано как в чехолчик игра вставляется есть даже для пальца есть чтобы ее вынимать вот такая красота так ну чтож вот такой набор получился да и это 200 рублей не обошлось всего на вот такой вот наборчик детский вера или скорее все это открыточка такая вот такой набор считаем 200 200 400 500 600 рублей грубо говоря я купил билет на мега экскурсию музей под открытым небом что-то вот в том в тех в том тереме внутри них располагается вы как билет за вход плюс еще можно каждый экспонат потрогать рассмотреть и при желании купить купить можно все что угодно от значков до пулеметов я там нашел пулемет максим хорошем состоянии но охлащенный до были времена и м42 по моему мг 42 немецкий пулемет косторез это вообще тоже можно купить кстати говоря рядом еще также продавалась бомба если кому интересно ну охолощенная соответственно вот но я думаю это реальная базар вокзал народу просто немерено на что меня потрясло во первых ну ощущение праздника хорошая погода была прям как по походу вот и люди реально не скажешь все коллекционеры но интеллигентные так сказать несмотря на то что там просто толпа все идут очень организованно как вот змеи к такой двигаются по рядам по этим меня ни разу никто локтем там не пихнул и не было ни криков ничего то есть все очень как-то как будто бы в тишине происходит честно говоря единственное что там соответственно народа много приходится вот там соблюдают правосторонние движения и ты смотришь немного вправо вниз у меня к концу экскурсии так сказать шея так затекла вот на второй день еще побаливает а так разок всем рекомендую коллекционерам вот как и я можно что-то интересное себя подыскать хотя я с таким настроением шел что типа навряд ли что-нибудь найду но тем не менее пожалуйста очень приятно удивлен всем рекомендую всем спасибо за просмотр всем пока